Четыре дня, более полусотни талантливых дизайнеров и коллекции, объединенные одной общей темой – мода и спорт. В Самаре завершились поволжские сезоны Александра Васильева. В этом году фестиваль отмечает свое совершеннолетие. Наша съемочная группа пообщалась с самим маэстро и узнала, почему сегодня в моде быть уродливой. На голове кокошника вместо элегантной сумки в руке – сетка с луком. Дизайнеры из подмосковного города не только поэкспериментировали с элементами национальных костюмов и современными трендами, но и увлеклись игрой слов. Так получилась коллекция «Модный лук подольских подруг». Ее представляют на поволжских сезонах Александра Васильева. В этом году фестиваль отмечает совершеннолетие. Игра слов. Лук. По-английски образ. И лук. Наш русский лук. И это нашло все отражение в наших костюмах. По традиции поволжские сезоны завершаются грандиозным шоу – модным показом в Театре оперы и балета. За звание лучшего борются 50 дизайнеров. Они представляют авторские работы в четырех номинациях. Костюм-реальность, костюм-художественная идея, театральный и перформанс. Впервые в конкурсном отборе приняла участие самарчанка Екатерина Арбузова. И сразу оказалась в финале. Члены жюри оценили ее креативный подход. На создание дебютной яркой коллекции девушку вдохновило мировое первенство по футболу, матчи которого проходили в нашем городе. Эта коллекция предназначена как для болельщиков, так и для фанатов, так и просто для людей, которые любят спорт, любят футбол и хотят болеть за свою страну. Минты были созданы специальные машинки. Они были созданы как футбольные кричалки, как вы могли заметить, потому что там за другой стороны написано «Вперед Россия», «Здесь давай» и все такие футбольные мотивы. Сегодня для женщины главное – комфорт. Тренировка в зале, утренняя пробежка или прогулка с ребенком на детской площадке – поводов надеть удобный спортивный костюм стало больше. Так можно пойти даже на свидание. Спорт везде – вот он и стал главной темой поволжских сезонов в этом году. Кроссовки с липоны сегодня составляют, можно сказать, базу гардероба женщины. Не могу сказать, что это грациозно, не могу сказать, что это украшает стопу, не могу сказать, что тренд на ugly shoes, то есть на обувь, которая визуально на 2-3 размера больше, чем естественный женский, красиво. Но против моды нету никакого приема, ее нельзя остановить. Сегодня в моде быть уродливой. Впрочем, искали дизайнеры вдохновения не только в спорте, но и в сказках. Ольга Пестерева – поклонница творчества Александра Сергеевича Пушкина. В ее коллекции «Лукоморье» есть и «Золотая цепь», и «Кот ученый». Очень модно в этом году лента, вы знаете, да, это 18-19 год. Это цепи тоже очень, когда идет девушка по улице, развивается, это очень красиво и влекает. В номинации «Перформанс» члены жюри выделили участниц из Подольска. В номинации «Костюм-реальность» лучшей стала коллекция нашей землячки Алсу Биряковой. Среди костюмов художественных идей первое место заняла работа дизайнеров из Хворостянки. А гран-при и 100 тысяч рублей в придачу получила театральная коллекция «Вязаное Рождество» Урсула Берг из Самары. Мария Акимова, Александр Дудко, Новости губернии.